Девушки отдыхают 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 Сейчас какой-то звук такой космический, разрывающий. Даже не представляю. Слушай, а пиздюлей-то можно хоть одному таракану этому выдать-то или что? А вот костёрчик. Зачем-то. Ага, и сидит какой-то хер в шляпе. Какая-то новая казнь, видимо, я не знаю, посадит на стуле. С клеткой. Для чего ему клетка на голове? Чтобы он жрать не смог, наверное, да? Блять, что у него с лицом. Ему как будто ещё и на лицо насрали перед смертью. И он сидит именно на луну смотрит, слушайте. Зачем-то ему надета на голову клетка, и он смотрит на луну. Видимо, чтобы он голову не смог поворачивать и смотрел на луну. Не знаю, чего от этого с ним стало. Ну, от этого он умер, видимо, ну, каким хреном. Ну, потому что все в игре тут какие-то полуоборотни, видимо. А он не смог превратиться в оборотня в полнолуние. Ему башку в клетке разорвало. Сдавило, вернее. Вот, короче, всё, расследование закончено. Что я слышу за звуки какие-то, блять? Колокольчик какой-то стучит. Толпа крестьян, это, блять, жёстко, конечно. Порядили, блять, ряды крестьянские, а? Сектанты хреновые. Это эти, блять, мормоны или как их там? Вот это я её, кстати, приголубил. Чё вот она делает, вот это? Может, это она нападает так? Как-то, блять, стрёмно она нападает. Неприцельно, скажем так. Слишком скриптованно. Значит, всё-таки не атака. Смотрите, они вот не дохнут от этого. Мне кажется, что этот крестьянин уж слишком, блять, много урона наносит. Не знаю, почему главный герой решил, что надо ударить в другое место. Погоди-ка, блять, я понял. Она их воскрешает, что ли? Твою мать, ничего себе. Там такая толпа воскрешаемых врагов, что ли? Благодаря скорости броска коктейля Молотова попасть им, блять, куда-то вообще довольно сложно, потому что он его очень вяло, блять, бросает. Просто пиздец, как будто он его запульнуть куда-то, блять, на луну хочет. Типа, размах такой, что сейчас, как, блять... А на самом деле, говнища полная. Просто, блять, герой Рахит, он может махать только, блять, крестьянским оружием, каким-то топором, там, не знаю. А кинуть, блять, рабочий пролетарский коктейльчик Молотова, он, ну, вообще никак. Так, что если сменить эти сраные камешки? Мне сказать, что это какая-то у меня есть раковина, которая многократно зачаровывает оружие. Пустая раковина фантома. Вот. А, блять, там надо 15 звёздочек, понятно, тогда почему я не пользуюсь этой хуйней. Так, во-вторых, кто-то сказал, что я хожу в одежде церкви. Нагло сорвал. О, чёрное деяние Эргуала. Вот это круче даже, смотрите, чем моё. От огня только защита говённая и от молнии. Зато от рабочих пролетар... Да не, говно полное. Да я уж кого-то, блять, обмануть, наверное, пытаюсь сам себя, что-то, типа, ой. Я так быстро сдох, потому что на мне шмотки были дерьмовые. Нет, блять. Так быстро сдох, потому что тут мобов ресают. 30 тысяч. Кстати, а чё это я тут хожу? Пойду-ка я, бля, левел прокачаю. В общем, мне кажется, что мне не сюда надо. Тут говорят, что где-то вход в DLC-шку есть, что надо, чтобы вот такая вот мандула тебя схватила. А, а, а! Подожди, блять, они повсюду теперь сидят, они чё, повсюду терьмобов воскрешают? Да ладно, ничего себе, как такое придумали-то? Интересно как. Да залепи ты дул своё. Ты знаешь, блять, зачем я пришёл? У тебя есть только одна функция, милая, прокачивать. Нахуй ты спрашиваешь каждый раз, что я делать хочу. Я думаю, что мне нужна сила богатырская. Сила богатырская дамага уже вообще не по-богатырски по единичке прибавляет. Следовательно, нахер она не нужна. Когда какой-то параметр начинает в игре прибавлять меньше, чем раньше, прибавлял, значит, что хватит его прокачивать. Чушь, конечно же, полная. Но должны же какие-то ограничения в игре быть, и то вот будет всех с одного удара ходить, убивать. Это вообще не круто. Сказали, что в Танитрусе у меня стоит огненный кровавый самоцвет. А чё плохого? Он атаку добавляет, классную делает. Добавляет медленное отравление какое-то. О! Умеряющий физическая атака. Сейчас я выберу, когда самые большие цифры. Ну, вот так, видимо, они действительно больше стать уже не могут. Рост сил, физическая атака. Хер поймёшь, чё лучше, короче. Вообще все эти цифры говно, они ничего такого не дают выдающегося. Написано плюс 150, но у меня дамаг что-то, блин, там 300 не становится от этого. Так, а как, блин, попасть в это ваше DLC, я вообще не понимаю, честно говоря. Я не помню, где эта церковь. Яргул, Духовная Дема. А откуда я сюда прилетел? Озеро Лунного Отражения, что ли? Ну, не припоминаю, чё за озеро Лунного Отражения. Назовут же тоже озеро Луны. Вообще, там, где я сейчас сдох, никаких озёр, по-моему, даже близко не было. Ай, ебать, какая же бесполезная локация. Чё тут делать-то? Даже тёлка это в платье ушла. Вообще-то ничего теперь нет. Может, здесь есть какой-то секрет, что если ты бежишь долго-долго в одну сторону, я не знаю, там, падаешь куда-нибудь, видишь там черепаху, на которой мир держится. Мир этой игры. Ну, я совершил пиздец, какую ошибку. Я не посидел у костра, и поэтому у меня не появился телепорт. Бюргенверт, ну, это вообще не там. Это вот где этот университет. Озеро Лунного Отражения. Кстати, говорят, что в Бюргенверт надо пойти этого деда убить, который на кресле сидит. Что с него типа руна падает. В этот... Там, где я сдох, короче, туда, блядь, походу, пешком из Центрального собора идти. Что вообще меня просто... Просто радует. Я вроде активировал этот костёр обосанный, обосранный. Я вроде... Я вроде от него даже телепортировался, но... Либо... Либо просто деление... Деление... Деление телепортов на вот этих три надгробия, Каждый из которых там эта куча локаций. Это просто пипец как неудобно и избивает нахрен с мысли. Я просто, блядь, не могу найти постоянно, где у меня новый чекпоинт появился. В какой из трёх этих... В какой из трёх колонок, собственно, этого безумного списка. Ух ты, блядь. Мне кажется, у меня мухи опередили, нет? Чё они делали-то здесь? Ну, я как бы убил её. Он больше вообще ничего не может? Ну, слушай, ладно. Он, короче, не жилец, походу. Он ещё и ржёт. О, зяб. Смотри-ка. Глаз. Я не знаю, кто это был, но действительно руну за него дали. Если я её поставлю, я, наверное, тоже буду на всех показывать палкой и... Больше предмет отпавших. Говно полное. Если спавших ничего нужного не падает. Но это в начале игры эта руна имела актуальность, когда я ходил по бедности. Фармил эту грёбаную кровь. Теперь я просто аптечки покупаю на сдачу от прокачки. Вот видите, у меня 13 тысяч лишних. Сколько я могу на это купить аптечек? Да до хера. Хрена лысого. Так, ну чего. Теперь, собственно, из центрального собора, как я понимаю. Хотя, слушайте, я вообще-то с того костра улетел. Я вот к нему сел и улетел. Я просто не могу найти и понять, как называлось то место, видимо. Потому что оно появилось в одной из старых надгробий. Где уже и так список просто полный, полнейший. Давайте посмотрим вместе. Вот это вообще не работает. Вот этот алтарь. Подземная тюрьма, Яркулова деревня. Ну, это там, где, блядь, тюрьма. Их даже не знаю, как объяснить. Озеро мы уже были. Это лужа, там ничего нет. Бюргенверт. Это я сейчас туалетал. Там вот эта школа, вот эта университет. Запретная могила. Это что-то из старого. Запретный лес тоже что-то из старого. Обитель ведьмы. Что Химвик, что? Молельный переулок. Вообще даже не знаю, где это. Центральная палата. Центральный ренам. Большой мост, гробница. И Дон, Соборный округ. Главный собор. Старый ернам. Церковь. Я тоже везде был. Вообще, я просто не понимаю, куда. И если я сейчас туда дойду и там начну дохнуть, снова влечу оттуда, я снова не смогу найти название этого места. Может быть, и на видео надо было, кстати, включить, посмотреть, как оно называлось. Да я уж, блядь, быстрее, мне кажется, ножками-ножками туда добегу. Просто вот... Очень, блядь, неудобная вот эта телепортирующая херня. Вот, серьезно, просто говнище полное. Как говорят, много ною. Блядь, ну если мне не нравится, хули мне. Типа, вообще промолчать. Тогда люди спросят, а хрена ли ты... Зачем ты так бежишь с такого расстояния туда? Так вот, я вот заранее говорю. Потому что система телепортов в игре, блядь, кончелыжная, говнище. Не догадались, блядь, пометить вот новое место, которое открыл. Не догадались, блядь, их по списку распределить, чтобы чем ниже, тем дальше, там, допустим. Нихуя для этого не сделали, блядь. Иди сам ищи где-то там, что-то там. Что за херня? Здесь тоже эта пиздость сидит. А куда все пропали-то? Смотрите, никого нет. Огромные есть, а вот эти с крестами, на которых я фармил, их нету. Бьет колокол, я слышу. Кстати, надо сходить. А, ну так мне сюда и надо. Сюда есть дорога. Смотрите, врагов вообще нет. А их тут и не было. Вороны, вороны есть. Именно люди пропали, крестьяне все пропали куда-то. Ну, этих двоих нету, и слава богу. Тебе интересно, а со мной теперь тут-то заговорят хоть или что? Нет ответа. Вообще нет ответа. Они тоже пропали. Раньше там, по-моему, что-то мычали или мне нахер посылали. Может, тоже надо сюда подойти в какой-то специальной одежде, не знаю. Нет ответа, нет ответа. Ну, не очень-то и хотелось, знаете, с вами разговаривать. Они, хуй, не понимают, что тут несут эти. Так, ну это понятно, пассажир. Он, видимо... А, вон. Блядь, там Дантес какой-то хуев. Внезапно нарисовался. Наш двое. Которых, видимо, не позвали, блядь, на всеобщую вечеринку. Упырей. Ебалан задует, посмотри, что сделал. Халявная кровь. Да, там убежали эти два пупса, но в этой игре... Короче говоря, это вот в Дарк Соусе хорошо убиваешь эту мандовожку, с нее падают заточки. В этой игре они вообще нахрен не нужны, то, что с них падает. Вот, я дошел сюда, отлично. Вот эта чашка, блядь. Вот, я прошел это место. Ну, в принципе, не так далеко и бегать, но, блядь, зачем? Яркул, духовная деревня, это называется, оказывается. Вот так вот. То, что я, короче, не вспомнил, как раз, как называется. Это она и была, блядь. Но это... Чисто ассоциативно, это на деревню не очень похоже. Это какой-то Аден Кастлтаун, там, или... Этот... Сука, как его? Анорландо, ёптась. Но точно не деревня. Их вообще как-то можно убить навсегда, мне интересно, вообще. И чисто сбоку, где-то, блядь, из невидимости прилетел. Ебаный выстрел и снес мне, блядь, здоровье больше, чем удар босса лапой, блядь. Чё это у него, блядь, интересно, за ружьё? Если я ружьё куплю, я смогу так же всех, блядь, ваншот этим? Опять он сказал, традиционная сука, заебись перед смертью. Блядь, идём в маму свою факелом, потыкай, блядь. Отлично. Кого это он там материализовал, я не понял. Отлично, я, чувак, нихуя не вижу. В этой твоей магии, блядь. Он материализовал кого-то ещё, блядь, с ружьём, по-моему. Я хочу заметить, что он очень часто кастует. Оживление тотальное. Всех, блядь. Хорошо, они хоть сильнее, блядь, не становятся. Так, ну что. Может, она всё телепортирует? Блядь, она ещё одного стрелка сюда въебала. Ебать, я прорвался. Ну, что тут такое? Снова крестьяне, я чё-то ждал, да? Блядь, чё-то отхиливание в бою перестало работать. Они наносят больше, чем я успеваю у них вернуть назад. Ну, это опять тень ернам какая-то, видимо. Которая не успела позвонить в свой колокольчик, признать, призвать своих шестёрок на бой со мной. Заперто, да? Нет, отперто, смотри-ка. Да, и тут кого-то отпёрли, в свою очередь, тоже, смотри. Молниевый самоцвет святой крови. Одна штука. Это руна, я так понимаю, да? О, молниевая руна, ё-моё. Это то, что надо вставить в мой этот... В мою эту дубину, блян. Молниевые атаки плюс 16%. Да-да-да. И пизда тогда всем, я всех тут разъебеню. Ритуал Менсиса надо остановить, иначе мы все превратимся в чудовище. Ну, чувачки, которыми принесли эту записку, они и так чудовище как бы. По-моему. Вряд ли это люди. Да и ладно, я угораю, я понимаю, что эту записку оставил кто-то другой. Так, и... Снова на улице, да? То есть это... Это не собор, который надо зачистить. Это просто проходная. Проходная парадная, блян. Там кто-то, блядь, то ли заикает, то ли хрену знает, какие-то звуки издает. Чёртова шлюха позвонила сразу же. Оружие сломалось. Вот так вот. Вот так вот. Это значит, что... Блядь, ты-то ещё хули тут делаешь. Это значит, что придётся бить их шаром моим. И делать им фаталити. Это тоже она призвала. Видите, он такой светящийся. Да, его вообще хер чему сделаешь. Пока пошёл отвечать на ёбаный телефон, который, естественно, всегда валяется в другом, сука, конце комнаты, почему-то... Естественно, это манда с колокольчиком призвала ещё одного бомжа, и он меня убил. Но, собственно, я сбегал по быстренькому рашну, забрал своё пятно крови и, пользуясь тем, что всё равно ни хрена там не получается, решил починить своё оружие. Да, и вставить, собственно, правильный самоцвет, куда следует. Да-да-да, ёпта. А, тут ещё, кстати, может и гнездо-то не подходить. А то чё-то как-то уж больно складно идёт... Не, подходит, смотри-ка точно, она же тоже круглая. Плюс 11 молниевых атак, но поменьше, на 6 поменьше станет физическая атака. Но физическая атака, поскольку и так говно, а здесь молниевого у меня ничего нет, да, мутный. А, молниевая атака плюс 11, смотрите, становится. Так она и так, бля, плюс 11. А, в любом случае здесь плюс 11. Да, видимо, таких у меня нету. Правильных. Ну что ж, это, наверное, первая пушка, которую я прокачал прямо вот вообще правильно. Если это правильно вообще. Яркхул, духовная деревня. Окей, я теперь понял, теперь я помню. Духовная деревня Яркхул. Локация просто, блядь, дикая. Может быть, в этой игре что-то нужно сделать, чтобы эти твари перестали спамить бомжей, призывать как бы на бой. Но что именно, как бы, без Википедии хер поймёшь, естественно. Потому что, блядь, вникать во все эти, сука, ритуалы... Ой, у меня 25 тысяч душ с собой. Шикарно. Люблю рисковать. Ну, дамаг немножечко... Ой, блядь, нихуя себе. Он прям на ходу клонировался, по-моему. Что-то там совсем какие-то уж звуки пошли. Я думаю, что... Ну, его нахер. А они так не думают. Они думают, что я должен с ними обязательно подраться. 530 душ, честно говоря, они слишком живучие. На самом деле, за них надо давать немножко побольше, мне кажется. То за какое-то говно, блядь, которое в ваншоте со тысячами давали. То за таких вот... Дяденек, блядь. И дедушек. Блядь. Ого, господи, благослови, захват цели. Спасибо, что ты есть, блядь. Ты обосрал, наверное, не единственный бой. Пиздец, сука. Еще скорострельность у них вообще пиздец какая. А, ну да. Этот удар не парируется. Хочешь парировать, запоминай, блядь. Че парируется, че не парируется. Потому что пистолет, он, блядь, парирует, естественно, не все. А щит, блядь, тупо пожалели дать. То есть, рискуй, рискуй, там. Пытайся парировать, как бы, там. С каким-то, там, 30-ти процентным шансом или что-нибудь такое. Щиты, конечно, да. Щиты в Дарк Соулсе имбуют. Они самым криворуким облегчают жизнь. Ну, таким, как я, естественно. И босса убить можно, еще что-то. Но, блядь. Как бы, проходить... И здесь вот этот выступ на лесенке, он вообще, он, блядь, архитектурное просто великолепие. Он просто, блядь... Он охуенно там нужен. Иначе композиция этого моста без этого выступа, в который, блядь, игрок во время раша упирается. Архитектура была бы неполной, мост был бы, блядь, не был бы достопримечательностью Ернама, блядь. А он наверняка входит в золотой фонд, блядь, архитектурный. Честно, не очень хочется задерживаться, блядь, на этом уровне, где все призывают себе кучи врагов, толпы. Я понимаю, что разработчик все время, как бы, рассчитывает, ну, держит, как бы, в голове то, что в эту игру можно играть по сети, и, типа, если совсем сложно, то есть ты можешь кого-то призвать. Но все же мы знаем, что крутые пацаны-то никого не призывают никогда. Разработчик, видимо, об этом забыл. Потому что здесь, ну, очень тяжко одному. Пока что, наверное, нигде так тяжело одному не было. Что это такое? Где баба с колоколом? А, это труп? Блядь, я думал, НПС. Наследник. Называется Руна. Она призвала себе деда с ружьем? Ну, и правильно сделала, потому что дед с ружьем ебашит просто, блядь. За, за Лениной, за Лениной и двор он херачит в упор. Блядь, вот как сейчас он меня не доквасил, вообще не понимаю. Все. Дили-ни-ни-ни закончился. Ай, блин, да. А что они все стоят лицом к стене и закрывают глаза, интересно. Вот это вообще в уголке там что-то молилось богу углов. Да, чувак. Через решетку пуль твои не пролетят. Интересно. От костра до костра тут какое хоть примерное расстояние-то, блядь. А, вон опять эти молящиеся бабки. Нахуй я их отвлекаю. Кто сейчас, блядь, кинул в меня молоток, я вообще не понял. Вроде у старых бабок коктейль молотова на вооружении-то не стоял, нет? Кувырок, укол, кувырок, укол. Кувырок, укол. Так, разобрались вроде с толпой старух. Хуя там высого, блядь. Бабок-то понаставили. Нихуя себе ты что делаешь, блядь. Видели этот лазер смерти? Только не говоришь, что он, блядь, ваншотит. Смотри, что делает. Да он выжигает вообще все напрочь. Слушай, он его, блядь, раз в три секунды прям делает. Что-то очень часто он его спамит. Там вообще реально пробежать-то? Ну ладно, опять откуда их столько-то? Причем за них душ тоже не дают. Ах, вот это, блядь. Души не дают, потому что это не настоящие бабки. И ему пенсию, наверное, не дают. Но что-то с них падает. Кусок кровавика, кусок кровавика, блядь. Кто их воскресает, я понять не могу. Воскрешает. Это таракан сидящий или все-таки, блядь, есть какое-то говно, которое... Ты сотри, блядь, а? Спамят суммонинг просто... Просто по жести. Я, блядь, их убивать-то уже не успеваю. Причем делаю... Причем бесплатно, блядь, убиваю. О! Вот и кончалыга сидит. Че, можно у нее что-нибудь сделать? Брось у нее молотов, например, чтобы она сгорела, тварь. Я сомневаюсь, что они и на моей стороне. Че это такое? Ебать, вас че тут двое? Ну и еблан, блядь, делал эту ебаную локацию. Пока бежал, попытался атаковать эту черную херню. Огромную. Ничего. Она не агрится, не наносит дамаг, ничего не делает. Так, где этот пидор? Начинать надо с него. Ну, давай. Отлично. Вообще, с двумя, блядь, драться так классно. Столько шансов победить, что просто охуеть можно. Не дают, блядь, не парировать, ничего. Не парировать, не анонировать, сука, пизда тебе. А чем это он дерется-то, блядь? Трупом каким-то, что ли? Ебнуться можно. И он не парируется уже точно, да? Ну, пошел туда нахер. Посмотрим, что они сохраняли. Малый-то нитрус. На хуй мне мало, если у меня есть крупный. Непонятно, кто его призвал сейчас, кстати, обратно. Открывается с другой стороны, ну, конечно. А как туда пройти-то, да? Сверху не упасть. Вообще ничего не понял. Самое отрадное, блядь, что это тупик. Я шел в тупик. Прикольно. Я уверен, что там какой-то неебически классный лут, но дверь не открыть, блядь, и непонятно, как туда пройти. А малый-то нитрус, это что, это не оружие, что ли? Удаляйте землю, чтобы высечь голубые искры, блядь, двадцать пять звездочек прокачайте и будете пользоваться. Голосит инструкция. Так, ну что, бабуси в сборе? Бабуси в сборе. Туда шел, убил, назад идешь, убиваешь снова. Классно же. А может и пизды получишь. Риск, дело благородное. Ну, хоть, хоть крови пузырек окупился, смотри. Раз уж не дают ни хрена кровь за них, значит наверх надо идти, да? Вот опять где-то призывальщица обосранная. Звенит своим колокольчиком, я не вижу, где она. Куча бабок. Ну, слушай, надо спровоцировать, короче, этого чудовища на луч. Он тогда их раз сожгет, наверное, всех, не знаю. Прикольно. А кто? Беспорядочная ганста стрельба, наш стайл. Мне нравится ее стиль, она спамит. Беспалевно вообще. Вот, они сгорели и сдохли. Я пытаюсь понять, каким маршрутом надо бежать туда, чтобы... Тут вообще закрыто. Кто-то, блядь, заспаунил всех старух. У меня пятьдесят тысяч. Шестьдесят уже, блядь. С собой я просто не знаю. Я просто, блядь, ссусь туда идти, потому что пиздец полный. Все какие-то приколы эти прибежали. Просто пиздец. Иди ты нахуй, ебанутая, блядь. Просто обосраться, блядь. Как уйти-то нахуй отсюда? Я уже дальше-то и не хочу. Я думаю, самое время прибегнуть к магии и съебаться. Да, я хочу. Я хочу распределить свою душу. Сюда-то я прибегу, хер с ним. И то, блядь. Непонятно, зачем ты обижаться. Все равно тут хер пройдешь. Просто невозможно это сделать. Практически. Я думаю, что надо на самом деле прокачать, прокачать эти звездочки, чтобы там на оружие накладывать всякое говно. Это будет всяко более сильным усилением, нежели если я то же самое количество душ потрачу на прокачку тупо силой, допустим. Это там я за это получу там плюс два. Плюс два дамага там, не знаю. Нахер оно нужно-то. Блядь, не туда пошел. А, я... Что это? Очень хорошо, дай мне... Тайный. Называется тайный. А сколько мне там надо тайного? Да залепи ты дул свое. Тебе обязательно надо что-то говорить, когда я уже уйти хочу. А, 15 надо. Ёп твою мать. Это, блядь, будет долго. О. Один стал. И 19 тысяч крови лишней. Я сейчас буду дохнуть, поэтому надо все потратить. Поэтому мы подходим и делаем вот так. Херак 27 аптечек. Которые будут лежать у меня в сундучке. Кстати, надо посмотреть, сколько у меня в сундуке всего здоровья. Может, пора что-нибудь другое покупать. Молотов. Это у меня то, что с собой, да? Вообще не понимая, сколько их у меня штук. А, в наличии 20, сохранено 71 из 600. Пуль 109. Коктейли Молотова можно покупать уже. 71 аптечка. В принципе, они вот сейчас уже уходят очень-очень быстро. Собственно говоря, поэтому можно их и покупать. Считайте, эти бабки постоянно спауниться. Блядь, их херодолеешь. Они еще сзади набегают. С них, конечно, кровь падает. Но, по-моему, я трачу больше, чем выигрываю. Вообще, конечно, хорошо, что любую локацию можно рашить. Потому что иногда разработчик делает такую херню, которую просто умом, блядь, не понять. Надо только, блядь, прорашить. И жопа, жопа, шлепь. Оп-оп-оп-оп-оп, только они отвернулись. А тут я, блядь, хуяк. Не смог протиснуться между, блядь, его жопой и вот этой ебучей статуэткой, блядь, барашка, нахуй, которая тут сидит с края. Я знал, что когда-нибудь эта статуя меня прикончит, блядь. Хоть она и не является агрессивным мобом. И вот оно, это случилось, конечно же. Тайная мгла. Тоже какой-то, блядь, материал для ритуала. Фокусирую свои мысли на этой ирунии. Охотник теряет все свое чего-то там. Отличное обучение. Я обойдусь без этих... Покосили немножко их ряды. Тут же, блядь, в спину прилетел коктейль Молотова, нежданный, внезапный. То есть я уже хотел, главное, сделать кувырочек и обойти, обойти справа этого ихнего галкипера, блядь. Галкипера этого дверного проема. Но внезапный коктейль Молотова свел мои попытки на... Я не хочу, блядь, убивать эту толпу. Я знаю, о чем вы думаете. Убей их и пройди. Да, но они тут же встанут, блядь. Нахера, ну надо. Это тупое говно, блядь. И я не согласен с условиями, которые выдвигает эта игра. Я, блядь, не буду заниматься бесполезными убийствами, блядь, бесконечных мобов. Хотел бы, блядь, бесконечно убивать мобов, я бы в Диабло играл. Просто серп... Серп просвистел настолько близко к моей жопе, блядь. Что попутно сбрил с нее пару волосин, я думаю. По-моему, однозначно, если где-то появляются мобы, значит где-то есть кто-то шлюха с колокольчиком. Но просто не везде я могу ее найти. Я не всегда понимаю, где она. У нее такое расстояние суммонинга, что просто пиздец. Вот это самое место, где я зассал. Ну что ж, их она охерачила, а меня нет. Может быть она все-таки за меня? Или может я просто такой на ловке? Оп. Все, церковь наша. Казалось бы, да? Может быть это самое время проверить, за кого же все-таки, блядь, сражается лазером эта инопланетная ебанина. Убьет ли она меня? Даже не знаю, почему я в этом сомневался. Так, внизу че? Опять церковь какая-то. Просто храм построенный в честь инопланетянина, который закинул ногу на ногу. Так, здесь опять висит это говнище, блядь, стремное как пиздец. Как ювелирно охерачил сразу двух собак. Телку с колокольчиком не видно, но слышно. Вон она. И что, они теперь сдохнут или нет? Или, блядь, они будут бить теперь с утроенной силой? Я понял, что в любой ситуации первым надо пиздить того, кто с ружьем. Мистер Хайт. Блядь! Вот это заебись. Ну, лечись, лечись. Еще удар, ну, у дива. Слишком долго он это делал, он не успел похиляться. Ритуальные пули. Ну, смотрите, опять два шага от костра сделал, уже десять тысяч душ нафармил. Нет, я пришел сюда уже с каким-то запасом. Пузырьки крови, восемь штук. Впервые в игре стала падать кровь в больших объемах. В начале игры, я помню, такой подгон был. И вот сейчас в конце. Итак, мы видим памятник какому-то инопланетянину опять. И рычаг, за который можно дернуть. И опять кресло с каким-то покойником. Это место охеренно похоже на тюрьму черную, в которой я уже был. Ночные ритуалы. Алчу дитя крови. Найди ребенка и прерви его источные вопли. Это я уже читал. А может быть, это и есть черная тюрьма? Что это такое? Колокольчик сломанный. Сломанный фонарь. Там и выход был в такой же переулок. Смотри, вон призвать кого-то можно. Вроде бы. Что за звук-то? Ёп твою мать, это не призывалка. Что это за говно ползает? Подожди, это и есть черная тюрьма же, нет? Серьезно. Просто она после красного солнца стала другой. Тюремщики пропали. Сейчас, если вниз спуск есть, значит, это точно она. Я ей спуск. Внизу баба плакала. Смотрите, кто это такой. Типа, местный какой-то не ебаться гладиатор. Ага. Ребята, а у вас тут, блядь, немного? Я о чем вот хочу, блядь, спросить? У нас как бы не до хуяшечки вот здесь вот, потому что, блядь, отъебашить троих таких дебилов я вообще, ну, никак не смогу. Очень слишком мало дамага я наношу по ним. Блядь, цепью больно, наверное. Ну, они меня просто к стене прижали и трахнули, блядь, вот. Опять, опять эти барашки, ебаные, они меня что, преследуют, что я не понимаю? Серьезно, какого хера-то? Понятно, здесь лучше не ходить, я, я, потому что, ну, драться против трех таких настолько резких противников, это настолько бесперспективно, неинтересная херня, что я просто ей пренебрегу, пожалуй. Подожди-ка, откуда здесь взялся этот? Пиздец, по нему дамага тоже, конечно. Кусок кровавика два, это классно. но поскольку я уж тут был и все здесь видел, я думаю, что я сэкономлю просто время, если сделаю вот так. Естественно, собака бегает, блядь, быстрее человека, а эти, блядь, люди наполовину есть собаки. Я ожидал вообще собак увидеть, но почему-то здесь увидел двух крестьян, блядь. Я так понимаю, что спуститься вниз они мне тоже не дадут, да, они сразу нападают. Ладно, посмотрим, что на улице есть. что-то такое светящееся. Я так понимаю, что вот эта костяная херота это аналог свиньи. Может, даже здесь лифт заработал, не знаю. Что это такое? Ептой мать. Не знаю, что это, но он наносит дамаг, если к нему встать вплотную. Отличный кувырок, блядь, головой на пулю. Просто удался. Маневр удачен до безобразия. Один удар кочергой снёс мне вообще практически всё здоровье. Так, а вот теперь вот эта херня заработала, смотри-ка. То есть, я внизу здесь брал тонир, трус, всякое говно. Вот здесь именно, да, тонитрус и лежал. А чё оружие так быстро ломается, чуть не врубаясь? Я же недавно, блядь, починил только эту ебучую алебарду, она опять сломалась. Вон там тонитрус был, да? Карета почему-то трясётся и ходит ходуном. Двери открылись. По-моему, двери были заперты. Опа. Это костяное говно с повозкой завалило. Завалило вот этого чёрного тюремщика, что ли? Ничего себе. Из тюремщика лут какой-то даже вывалится. И там лут, смотрите, сколько там этих херун. старый добрый спам за 1600, кстати. Кусок кровавика. то есть, можно пушку уже точить больше, чем на плюс 6. Ещё одного мочканули, смотри. Ты говно, я смотрю, думаю, чё, блядь, трясётся-то? Да ладно, ты не охуела? Ещё можно было уже из пистолета её добить. Кусок кровавика. Как она из кареты вырвалась, из кареты даже не разорвана. Ну и больше там ничего нету, естественно, да? Ну, естественно, что эта херня вряд ли парируется. Это же довольно бодро она передвигается, хочу сказать. Для своих габаритов. Это очень юркая куча черепов с руками. Только не две сразу. Ну конечно, блядь. Даже не знаю, для чего я по ним стреляю. Так, я ушатал эту толпу. Чё за звук такое? Блядь, ничего нельзя с этим сделать. Это просто, видимо, декоративная херня какая-то. Она вот тут просто стоит и всё. Я думаю, может, надо их уничтожить, может, что-нибудь там, блядь, вообще хоть что-нибудь поговорить там, не знаю. Нет. Ворота были закрыты, да? Узрите бледнокровые небеса. Да, очень бледнокровые. Насколько я понял, мне сейчас нужно найти какое-то дитя и убить его. Это глобальная задача номер один. Что раз луна стала красной, надо на это дитя и убить. Не знаю, чьё дитя. Ничего она вообще плохого сделать успела в свои-то годы, но надо его замочить. Слушайте, вот эта дверь, похоже, как будто она открывается. Она даже не заперта, это обычная дверь. Всё, они все померли. А это старый ернам. Да-да-да. Ладно, тут делать тоже нехер, надо посмотреть, чё ж там на лифте, если уехать. Ернам уже не тот. Походу, вся локация игры, она теперь усилилась и надо будет пройти ещё раз. Повсеместно, да? Интересно, что ж там на дне тюрьмы-то теперь, блядь. Там, наверное, вообще какая-нибудь херня завелась. А если бы я тёлку оттуда не увёл, её бы чё, сожрали, что ли? Чё, посмотрим, куда лифт. Нас отвезёт. Раньше тут сетки были, теперь их сломали. Кто-то разломал. Ага, вот здесь, по-моему, нам можно было спрыгнуть наверняка в Дарк Соусе. В Дарк Соусе были такие приколы, что в таких местах всегда какие-нибудь ништяки были. Ох, как она нарвалась на пиздюлину. Так, если мы здесь посмотрим, то видно, что тут нихера дальше дороги нету, да? А, там как... А, вот она дорога, то дальше есть. Опа. Стой, убью, блядь. Поймай, убью. Кусок кровавика. Там какой-то новый моб. Я такого даже не видел ещё. Смотрите, какой. Что это за хуйня сидит? И что-то охраняет. У неё нога из жопы торчит. Пиздец, смотрите. Смотрите, у неё реально из жопы торчит нога. Надо, блядь, её в сборную России позвать. Так, ну давай посмотрим, что умеет эта тварь. От неё хуйю вернёшься, поверьте мне. Там очень резко бьёт. Очень дальние атаки. Непонятно, почему мне засчитали удар с высоты по ней. Сейчас она очень угрожающе приближалась, двигаясь сверху вниз. Два одинаковых кровавика с неё упали. Слушай, ну это просто скозложоп какой-то. Смотрите, это настолько разлагающийся кусок дерьма, что, блядь, непонятно, как вообще он. Он жив-то, блядь. Магия. Ещё кусок кровавика. Вот нет бы тут какой-нибудь доспех там, доспех Арагорна там какой-нибудь лежал. Ну секретное же место, почти секретное сюда. Далеко не каждый, так как я, быстро сообразит спрыгнуть. Ну а теперь самое интересное. Здесь какая-то светящаяся чаша. Осмотреть купальню. А, это купальня? Тут купаются, типа. Ээээ, нахуя я, блядь, трогаю то, что не надо, а? Здрасте, здрасте. Майный мисс такой-то. Хау а ю? Where are you from? Чё это она? Застряла в текстуре, что ли? Where is I am? Ага. Это лифт какой-то, что ли, или телепорт? Ничего не понимаю. Ну телепорт-то понятно, но... Очень уж он не дальнего действия какой-то телепорт. Это и не срезка, и вообще ничего. Лесенка. Обалдеть. И куда же эта лесенка меня привела? Уж не на улице, или старого доброго ернама? Чё-то вообще проспект такой. Опять эта хуйня в коробке. Вообще не узнаю это место. Но здесь можно кого-то вызвать на помощь. Антала. А значит, что это арена битвы с боссом. Да прекрасный при луне получу я в башке. Интересно. Чё ещё? Тут есть костёр где-нибудь есть? Я думаю, что если пойду в обратную сторону, то рано или поздно я приду к костру. Согласитесь, что это логично? Потому что, ну, где-то же он, блядь, должен быть. Может, конечно, вы... Да ладно. Да ладно, блядь. Стреляющие, что ли? Окей. Ну, Ну, хоть что-то, блядь. Знание безумца. Отлично. Это именно то, что я хотел здесь найти. Так, ну что, с кучей плюющихся кровью, блядь, членов, торчащих из коробки, драться не очень охота, конечно. В основном потому, что со стороны летят ещё фарчмаки, блядь, и все в меня. Сбодрись, мразота. Дамаг... Дамаг с удара у них, смотрю, намного меньше, чем дамаг с плевка. Исключение, разве что составляет вот эта агония. Вот это... Вот этими, блядь, замахать можно вообще кого угодно, мне кажется. Не, что-то она как-то не очень работает у неё. Пошла в жопу. 10-9 хилок остаётся уже, это для босса вообще не серьёзно, опять тайное озеро. Их там хоть вместе можно складывать озёра, потому что у меня уже на тайный океан набралось этих рун, по-моему. Вот, эти сучки показывают, что типа сюда надо идти. Заебись. Это были два самых странных удара, блядь, за всю игру. Ну, хоть не плюющийся уже хорошо. Окей. А там-то что такое? Опять стрелок. Будь он, блядь, не ладен, педрила. А, так вот он. Пароход-то. Я сюда просто не пошёл. А зачем тогда срезка через эту купель? Чё она нужна? Что-то вообще нихуя не понял. вот тут опять это ебака. Сука, разрядился Танитрус ебливый так вовремя. Да, вообще урон у неё говно, конечно. Она опасная, но, блядь, урон у неё чё-то лыжный, умеряющий самоцвет крови 5. Два уже таких собрал. Ну чё, костёрчик-то будет какой-нибудь маленький хотя бы. Чтоб я домой улетел. Левел прокачал. Да ладно, ебать, опять что ли? Похоже на хуйню из фильма Морж. Вот это, наверное, ваншотный удар, судя по времени каста. Да, напарируюсь вообще идеально. Мне кажется, что вот это получилось из волков, которые меня донимали. А вот и стрелок дикого запада, который пытался всё время мне выдать сверху. Чё-то у меня такое чувство, что никакого костра я тут на самом деле не найду. На самом деле его здесь и нету, и не было никогда, наверное. И, бля, придётся мне бегать к этому боссу да затрить девять земель. Каждый раз. А босс наверняка, блядь, сильный, что пиздец, потому что локация мощная. 47 тысяч душ, это, блядь, конечно, не та цифра, которую я хочу ему отнести. О! А это чё такое? А, ну я здесь и был, да? Просто я к собаке не пошёл, я пошёл сюда. Вообще нихрена не понимаю смысла этой купели. Но мне кажется, что что-то я там не досмотрел. А, ну да, я же на лифте не доехал. Хер бы с этой купелью лифт куда ведёт. Что-то, блядь, высоковато нонче отсюда падать стало, хочу заметить. как-то можно спуститься обратно? Нет. Да, я вам скажу. Вот ещё одна, видимо, арена битвы с боссом. Ну, это совсем какая-то херня. Может, просто, блядь, всё никак не привыкно, что они тут повсюду висят. С вытянутыми ручками. А вот эти глаза почему-то жёлтые. Ладно, понятно. Никакой быстрой дороги на самом деле нет. То есть, это вообще никакая не срезка. Это телепорт, блядь, из точки А в точку Б, и можно, в принципе, туда просто рашнуть по земле и не париться. Не ходить, не прыгать с лифта зачем-то, не входить в эту богом обоссанную купель. Потому что не зачем это делать. Но всё-таки мне интересно, а наверху-то, там, если на лифте поехать, что будет? Если босс здесь, там, тогда что? Для того, чтобы это узнать, надо вернуться. Вернуться, подняться, смотреться. Так, я не помню, где здесь возвращение. Ну, в принципе, слушайте, на самом деле, да, на самом деле, бегать недалеко. Так-то, если подумать. Убиваешь всего-то десять этих существ из коробок, да, потому что от такой толпы ты хер убежишь, наверное, выносливости типа не хватит. Вот, убиваешь их, и всё. Ты у босса, прямая. Я уже даже не помню, где здесь костёр последний оставил. Что-то давненько не подыхал. Странно даже. Собственно, где это мы, спросите вы меня. А хер его знает, скажу я вам. Тем более, у меня одна пушка сломана, как я к боссу-то пойду. Впервые мне выпало что-то железное. Это железное имеет статы, блядь, хуже, чем капюшон, блядь. Железный шлем с чёрным капюшоном, а это просто железный шлем. А, то есть у меня железный шлем одет, но с капюшоном. Ну что ж, железный шлем. Капюшон, как вы видите, защищает шлем от струй говна. Короче, ничего выдающегося здесь не было. А, вот ещё дорога может пройти. А я думаю, что за звуки неприятные, блядь, это бомж откуда-то выбежал. Пошёл ты в жопу. Сука, что, и сабля, как у Бармалея. О, какой чудесный вид на это уродище. Блядь, это охуенно знакомое место. Вау! Я срезку открыл. Я пригнал сюда лифт. Кнопки вызова лифта наверху уже не было. Да что ж. Ну, хочу маленько вас подрастроить, потому что, походу, на битву с боссом времени нету и придётся отложить её на следующую часть. Следующая часть, вероятно, с неё и начнётся с эпичных побоищ. Так что, вы уж не пропустите, если он, конечно, не насрать. У меня осталось всего-то, блин, два левела, и я смогу натирать своё оружие какими-то магическими штуками всякими бесконечно. За пулей, вернее. Коктейль молотого с верёвкой дороже на соточку. Неплохая верёвка за 100 душ, наверное. Ладно, короче, на этом, собственно, конец. Это была, блядь, чештовски долгая серия. Блядь, она была сложная, я очень много раз сдох. Кстати, небо поменяло цвет, смотрите, какое оно стало теперь красноватое здесь. На редкость странная цветовая гамма, похожая, блядь, на героиновый приход. И там голубизна ещё такая вдалеке. Ну, вообще прям. Ладно, короче, пишите, жмите. Субтитры сделал DimaTorzok